Да это еще до октября дожить надо, не умереть с голодом. Да вот и сам не знаю. Все пока не определился. А если достойные кандидаты, то вы за наш город волноваться, за наш регион. Вот это самое главное. Никто не пойдет. Я, честно говоря, и сам не пошел бы. Если бы не было такой ситуации. Но раньше, допустим, я не ходил. Ну а сейчас в связи с этим, конечно, пойду. Ну я не могу сказать, нужны или не нужны. Если примут решение проводить, то я пойду на них, буду в них участвовать. Надо, чтобы нами руководили люди нужные, умные. Не знаю. Посмотрим, как дальше будет обстановка в Славянске. А так, ну придем, может, с семьей. Так что местная власть была. Чтобы деньги не туда, в Киев, а чтобы было по нашему, по нашему городу, который мы зарабатываем. Хочу изменить положение славянства. Хочу видеть здесь, в этом доме белым, совсем других людей. Молодых, энергичных, грамотных, любящих свой город. Нет, вообще ничего не поменяется. Лучшего не будет. Конечно, я всегда хожу на выборы и делаю выбор. Свой правильный выбор. Обязательно. А как же? Мы даже работаем на выборах. Ой, я еще не знаю. Как-то не готова дать такой ответ. Не знаю. Вот видите, я несу ящики. Я вот два месяца ищу работу. Первый вопрос, который мне задают, сколько вам лет? 50. Извините. За кого мне голосовать, мне все равно. Он мне работу не даст. Наверное, собираюсь, только не знаю, за кого. Народом прикрывается. Когда добрались, за народ забыли. Как его и не существует. Помнят только о своих карманах. Ну, о чем можно больше говорить? Местная власть в городе должна быть. Собираемся всей семьей. Нет, нет, я не признаю эту власть и никуда не собираюсь идти.